Готовим рождественский или новогодний бюджетный стол на 4-5 персон за 300 леев. Дегустация всех блюд будет в конце видео, не пропустите. И как вы уже поняли, все ингредиенты я буду покупать в магазине Бонус со скидкой и без. А готовить на наш праздничный бюджетный стол я буду следующие блюда. Два классических салата, селедка под шубой и оливье. Закуска, еврейская закуска и на горячее запечем картофель по-французски. Весь список продуктов, которые нужны у вас на экране. И в итоге я уложился в 318 леев. Вышло немного больше, потому что у некоторых весовых продуктов получился громаж больше, чем я планировал. Берем самую большую кастрюлю и отвариваем овощи. 8 картошек, всю морковку и всю свеклу. И естественно не забываем это все хорошенько предварительно помыть. Ставим на огонь, после закипания воды варим минут 40. Протыкаем вилкой, если картошка мягкая, значит все готово. И сразу же отвариваем все 15 яиц. Я их тоже хорошо мою, потому что они грязные, липкие, курицы все-таки старались. Заливаю яйца водой, ставлю на огонь. После закипания воды варим 7-8 минут и яйца готовы. Для селедки под шубой нам надо обезвредить одну луковицу. Нарезаю ее мелким кубиком, добавляю чайную ложку сахара, несколько столовых ложек уксуса и заливаем кипятком и оставляем. Таким образом лук промаринуется и исчезнет горечь. Первыми сварились яйца, я их уже почистил. И также чищу все отваренные овощи, свеклу, картошку и морковь. Собираю селедку под шубой. Собирать салат я буду в разъемной форме, чтобы было видно все слои. Вы можете собирать просто на тарелке горочкой. Первым слоем идет селедка, ее мелко нарезаю кубиком, параллельно достаем косточки. Равномерно распределяем весь слой и также делаем со всеми остальными. Вторым слоем будет маринованный лук. Третьим слоем натираю на крупной терке 3 картофелины. Посыпаю солью и перцем молотым по вкусу. Смазываем этот слой обильно майонезом. Следующим слоем натираем 2 морковки и промазываем майонезом. Потом 4 яйца натираем на крупной терке и также смазываем майонезом. 2 свеклы натираем в моем случае или одну крупную. И обязательно смазываем розовым майонезом. Обязательно отправляем на пару часов настояться и пропитаться в холодильник. Собираю второй салат классический оливье. Все ингредиенты нарезаем кубиком. 500-600 грамм докторской колбасы. 4 соленых огурца. 2 морковки. 5 отваренных картошек. И 5 яиц. Кладем соль и молотый перец по вкусу. Майонез грамм 300. И одна банка консервированного горошка. Жидкость из горошка сливаем. Теперь хорошо все перемешиваем и отправляем настояться в холодильник. Теперь готовим картошку по-французски. Духовку можно заранее включить на разогрев до 180 градусов. А пока собираем блюдо. Берем глубокую форму или металлическую или стеклянную для выпечки. Двух луковиц будет достаточно. Нарезаем ломтиками-кружочками. И выкладываем на дно формы, предварительно смазав растительным маслом. Следующим слоем идет картофель. Нарезаем его ломтиками толщиной 6-8 мм. Я нарезал 4 картошки, больше не надо. И половину этого объема картошки выкладываем сверху лука. Картофель посыпаем солью и черным молотым перцем. Много растительного масла. Следующим слоем идет куриное филе. Я его также нарезал тонкими ломтиками. Выкладываем его на картошку. По желанию его можно немного отбить. Также немного соли, перца и несколько столовых ложек сметаны или майонеза. Распределяем по всему слою. Выкладываем вторую половину картошки. Посыпаем половиной сыра. Форму можно закрыть фольгой, чтобы ничего не подгорело. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Потом достаем, досыпаем оставшийся сыр. И еще на 5 минут подрумянится. И наше горячее блюдо картошка по-французски готово. А пока картошка в духовке, приготовим еврейскую закуску. Закуска готовится очень просто. 5 отваренных яиц натираем на терке или давим вилкой, как это сделал я. Далее давим чеснок через чесночный пресс. Количество по вкусу. У меня где-то 8 маленьких зубчиков чеснока. Далее на мелкой терке натираем 2 сырка. Я их предварительно заморозил, чтобы проще было натирать. И куда же без майонеза. Кладем 2-3 столовые ложки и хорошо все перемешиваем. Еще можно подсолить по вкусу. И отправляем в холодильник настаиваться к остальным салатам. Вот такая поляна у меня получилась за 318 леев, друзья. Если вам интересна эта тема, набираем 10 тысяч лайков в течение недели. И я сниму стол новогодний на 1000 леев. Посмотрим, что можно будет выжать из этой суммы. А я пробую. Оливьюшечка. Сначала еврейская закуска. Чуть не забыл про хлеб, друзья. Хорошо, что начал с закуски. Все идеально в еврейской закуске. Баланс соблюден. Чеснока достаточно. Пробую оливьюшку. Когда будете готовить оливье, смело минусуйте одну картошку. И раскошельтесь на майонез получше. В остальном, естественно, все хорошо. Вы только посмотрите на эту шубу, друзья. Взял чистую тарелочку. Смотрите, как четко все пропиталось. Пробую. Все идеально. Даже с этим майонезом идеально. Но если вы поменяете майонез, будет еще лучше. Просто он немного кислит. Здесь немножко не подходит. А вообще шуба просто разрывная. Шампанское я не купил. Думаю, здесь вы разберетесь сами. Возьмете то, что вам по вкусу. Пробую горячие. Надеюсь, что картошка пропеклась. Вот так. Что-то много жидкости. Наверное, из куриного филе выделилось. Вот, с мясом. Обалденно, друзья. Все готово. Мясо мягкое. Нежнейшее, сочное. Картошка пропеклась. Сыр дополняет. Очень к тему. Берите на заметку. Действительно вкусное, нежное блюдо. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца. Надеюсь, для вас это видео будет очень полезно. Обязательно напишите в комментариях, если будете готовить такой стол. Или просто, если вам понравилось видео. Также лайки ставьте. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. Пока, друзья. Набираем 10 тысяч лайков.